Библейский портал экзегет.ру представляет 28 глава пророка Исаии. Я читаю свой перевод. Я Андрей Десницкий для библейского портала экзегет и немного его комментирую. Разрушение, разорение. Уже 20 главы нас, наверное, к этому приучили. Грустные главы. И вот говорится то об одном, то о другом. То о том, как Господь в окончательном каком-то итоге победит зло, как он станет спасением для этого города. Но пока что все очень далеко от этого. И вот 28 глава, она про Ефрем. Что за Ефрем такой? Одно из северных племен или колен. Вместе с Моносией оно из двух главных. И, соответственно, так иногда называется северное или израильское царство. Ефремлине. Ефрем. Горе-венцу, которым ефремские пьяницы гордятся. Увидает его роскошная краса, что венчала плодородную долину жителей, которой вино сразило. Венец, понятно, что и как сегодня это тоже что-то такое почетное, радостное. Но, вероятно, они на празднике жизни увенчали себя. Вот они ходят в венке, но из-за одного выпивают. А вене у Исаии довольно много. И виноградники у него все время встречаются. Виноградник — это такой образ Израиля частый. И, конечно, о неумеренном пьянстве. Но дело даже не в том, что слишком много пьют. Если бы всего лишь это. А они скорее уходят в винопитие от того, чтобы заткнуть какую-то дыру. От того, чтобы не давать справедливости, не жить так, как им нужно. Вот лучше напиться. Есть у Господа некто крепкий, могучий, как гроза и град, разрушительный вихрь, как потоки вод, разлившихся после бури. Он и повергнет его на землю. Кто это? Ну, гадать долго не нужно. Это, конечно, Ассирийская империя, Ассирийское царство. Но он не называет Ассирию, потому что дело, наверное, не в том, что это конкретно Ассирия, а мог бы быть там Египет или еще какая-то большая держава. Но важно, что это Господь делает. Попран ногами венец, которыми ефремские пьяницы гордились. Увянет, как цветок, их роскошная краса, что венчала плодородную долину. Будет с ней, как со смоквой, созревшей до срока. Кто ее заметит, сразу сорвет и проглотит. Растет, говорит, смоковница, инжирное дерево, мы еще так говорим. Там один плод вырос очень спелым, и первые проходящие его срывают, потому что, ну, как же себе в этом отказать. И вот это самое перезревшее в пьянстве и разврате государства Ефремлина, оно оказывается такой же смоквой, которую не тот, так этот сорвет. Станет тот день Господь воинств прекрасным венцом, роскошной короной для оставшегося народа. Станет он духом правосудия для того, кто сидит в судилище. Станет мощью для тех, кто вступает в битву при вратах. То есть их венец, который они сплели себе для украшения, падает на землю, его попирает завоеватель. А Господь становится подлинным венцом, то есть украшением и одновременно защитой, одновременно тем, что дает людям возможность и вершить правый суд, и сражаться с врагами. Ну, вот как было и раньше, да, то есть на себя человек полагается или на Бога. Ну и дальше довольно злая пародия на Ефремлина. Даже они теперь шатаются от вина, спотыкаются от хмельного. Священник и пророк в охмелю шатаются, вином наливаются, в охмелю спотыкаются, в видении ошибаются, в суждении заплетаются. Даже они, даже священник и пророк, то есть те, кто уж должен был бы сохранять некоторую трезвость мышления. Рвота все столы покрыла, нет нигде места без грязи. А они мне говорят, и кого это ты учить собрался, с кем знанием делиться? С младенцами едва отнятыми от груди, с сосунками едва и с колыбели. Все приказ да приказ, приказ да приказ, правило да правило, правило да правило. Там такая очень, по-русски не передать эту скороговорку, она по-еврейски звучит как цав-цав, цав-цав, кау-кау, кау-кау. Вообще их можно перевести эти цав и кав, как приказ или правило, но можно понять как младенцы, которые отняты от груди, и они там кау-кау, да, то есть какой-то звук производят, но не очень понятно какой. И вот он им говорит, слушайте, пьяницы, есть заповедь, есть правило, да, как надо жить, они говорят, что, цав-цав, кау-кау, это что, ты с младенцами крохотными развлекаешься, да, это им ты так говоришь, утитю, а, это не нам. Вот практически непередаваемая игра слов. Правило да правило, правило да правило, чуточку там, чуточку тут. Вот тесны, тесны правила. Вот всякая такая духовная, религиозная жизнь, да вообще любая жизнь, которая поднимается над тем, чтобы выпить и закусить, и прочими способами развлечься, она ставит какие-то мелкие, мелочные вопросы. Но зачем задумываться о том, что лишнее, что правильно, что неправильно, это какая-то ерунда, какая-то мелочевка. Давайте лучше выпьем. Потому заговорят с этим народом непонятными словами, на чужом языке. Вы не слушаете моего языка, вы не понимаете своего собственного языка. Отлично, вам объяснят по-другому, ассирийцы. Говорили им, вот место покоя, пусть отдохнет изнуренный, вот место передышки, но они не желали слушать. Причем интересно, да, чем отличаются покой и передышка от разгульного празднества. На разгульном празднестве еще больше устают, да. А покой и передышка — это такое состояние, вот земля покоя, как земля Ханаана, куда входит израильский народ в свое время. И они не хотят жить спокойно, они хотят жить весело. Ну, они будут жить бурно. Вряд ли это будет весело, но бурно. Вот какое будет им слово Господне. Приказ да приказ, приказ да приказ. Правило да правило, правило да правило. Чуточку там, чуточку тут. Вот уже не пророк, а сам Господь повторит им то, что они сами сказали. И, вероятно, это будет тот набор правил, которые на них наложат ассирийцы. Причем еще и на непонятном языке, о чем дальше будет сказано. Едва упадут, едва пойдут, упадут навзничь, разобьются, попадут в западню и плен. Так послушайте, Господне слово наглецы, вы, кто в Иерусалиме правит этим народом, да, то есть, прежде всего, обращение к верхушке общества. Вы бы охвалитесь, заключили мы договор со смертью, соглашение есть у нас с Шиолом, что беспощадный бич пройдет мимо, нас даже не коснется, потому что ложь убежище наше. Спрятались мы за обманом. Ну, вот, понятна их позиция, да. Мы пытаемся обмануть смерть, говорят, они, Шиол, это мир мертвых, это преисподняя, куда каждый попадает. И вот своим обманом они пытаются каким-то образом эту смерть отсрочить. Может быть, имеется в виду дипломатия, переговоры со Сирией, может быть, что-то еще, какая-то форма религии, которая оттягивает смерть или предлагает какое-то удобное посмертное существование, заставляет людей надеяться на него. Но самое главное, что это договор с самой смертью, а не с Богом. Вот что отвечает на это Владыка Господь. «Кладу я на сегодня камень, во главу угла камень проверенный, ценный, кладу его в самое основание. Кто верен, тому спешить не придется». А глава угла — это камень, на котором сходятся две стены, фундамент, да, то есть угловой камень, на нем две стены, и он должен быть особенно прочным, потому что если его выдернут, то две стены рухнут, да. Там посередине стены еще можно не самый мощный камень положить, потому что соседние будут держать. А вот во главе угла должен быть ценный камень, хороший. И кто же это? Кто верен, тому спешить не придется. То есть тому, кто просто старается сохранять Богу верность. «Правосудие сделаю правилом, праведность мирилом, обвежащий лжи побьет град, укромное место затопит воды». «Правосудие сделаю правилом», да, то есть дело в том, что очень часто мы живем, как придется, да, и правила другие. Правила, ну, все так делают, правила, ну, куда деться, ну, такова жизнь, и мы такие. Вот должно быть правилом правосудия. И в какой-то момент оно будет, и как раз тот самый краеугольный камень, потом в Евангелии этот термин будет применяться ко Христу, но изначально это главный камень в постройке, изначально это вот некоторое твердое основание, на котором и будет строить Господь. «Разорван ваш договор со смертью, расторгнуто соглашение с Шиолом, когда нагрянет беспощадный бич, прямо по вам пройдется. Это действительно ассирийская угроза. Как нагрянет он, так за вас возьмется, утро за утром, и днем, и ночью. Как ужасно слышать и понимать такое, но в очередной раз и не радуется тому, что он сам говорит. «Коротка постель не вытянуть ног, и покрывало узко не завернуться». Да, вот человек, который спит на неудобной кровати, слишком короткий, под слишком таким коротким одеялом, да, узким. Вот так и он себя видит. Ему приходится пристраиваться внутрь этого общества, да, как человеку там, может быть, прилечь поспать на какой-нибудь садовой скамейке, да, где, в общем, особо и не приляжешь. Но вот, а куда деваться? Ему приходится быть там, где он есть. Как на горе Пироцим восстанет Господь в ярости, как в долине Гевонской. И гора Пироцим, там, где было некоторое военное действие, да, где он, собственно, боролся с врагами. И вот эти истории, да, они здесь приведены. «Свершит свое дело, дело непостижимое, сотворит свой труд, труд честный, чудесный. Так что не наглейте, отягощая свои узы. Слышал я от владыки Господа воинств, что всей земле суждено истребление». Вот пророк опять возвращается к этой теме, что судьба Израиля – это часть судьбы всей земли, и здесь очень трудно провести границу. На самом деле Израиль или Иудея – это тот народ, на котором Господь показывает, как он общается со всем человечеством. «Преклоните ухо и послушайте меня, внимательно слушайте, что я говорю. Всякий ли день пашет пахарь, разрыхляет землю перед посевом? Нет. Когда разровняет ее поверхность, он разбросает укроп, рассыплет тмин, посеет рядами пшеницу, в нужном месте ячмень и рядом полбу. Бог его так научил, дав ему разуму». Ну, то есть, проще говоря, сельскохозяйственная работа, она требует внимания и упорядоченности. То есть пахарь не все время только пашет, он сеет, причем сеет разное зерно в разные места, на разной почве, может быть. И так, собственно, ему разум дано от Бога. К чему это все? Чуть-чуть дальше, потому что этот образ идет дальше. Обмолачивают ли укроп на гумне? Ну, там, где обмолачивают пшеницу. Кладут ли тмин под молотилку? Нет, зерна укропа палкой выбивают, и тмин обмолачивают палкой. Ну, то есть берут, если нужно, приправу вылучить, да, ее небольшое количество, нетрудно срезать эту траву, взять в одну руку эту траву, а в другую палку и просто выбивать, да, из этой травы все, что там нужно выбить, все эти зернышки. А хлеб молотят, то есть проводят по нему. Тогда это были, обычно не цыпы, как в русской деревне, но это были такие особые сооружения в виде колес, либо саней, которые катали по хлебу, рассыпанному еще в колосьях, да, чтобы вылучить зерна из этих самых колосьев. А хлеб молотят, но не бесконечно. Водят по нему молотильные колеса, не то копыта коней разотрут зерна. То есть, если делать это слишком долго, то уже начнут разрушаться сами зерна. И все это от Господа воинств, чей замысел чудесен, чья мудрость безмерна. Так, к чему этот урок сельского хозяйства в самом конце? Урок обмолота тмина и укропа. Мы вообще об этом не думаем. Из укропа зерна мы не выбиваем, используем целое растение тмин, да, у нас в виде зернышек, но мы покупаем в магазине, на рынке. А ведь кто-то вырастил этот тмин, кто-то выбил, вылучил его из, соответственно, растения тминного, да. Вот так и здесь. Причем каждое растение по-своему вымолачивают. Где-то достаточно палкой поколотить, где-то нужно уже коней с этими самыми колесами или санями поводить по зерну, причем тоже не бесконечно. Господь выращивает человечество. Человечество состоит из разных сортов. Где тмин, где укроп, где полба, где пшеница. И он находит способы срезать эти колосся, обмолачивать их, в соответствии с тем, что это за колосся. Здесь нет какого-то единого общего рецепта. Иначе все пропадет. И есть мера за то. Вот не бесконечно вводят эти колеса по пшенице, иначе уже и зерно погибнет. Вот и он, наверное, не бесконечно будет подвергать свой народ бедствиям, да и все человечество тоже, да. Но у этого всего есть свой замысел. Как, наверное, тмину и укропу обидно, что их срезают, бьют по ним палкой, так и человеку, может быть, это обидно. Но на самом деле в том и в другом случае есть некая цель, ради которой все это делается. Ну и израильтяне, может быть, в этом деле самый яркий пример, но не единственное, о чем нам расскажет в очередной раз 29 глава.